Ротуйте котика! Потушите пожар! Подскажите номер! Ротовальники на сувязи! Час безбеги! Как всегда, пожары не прекращаются, к сожалению. Например, 12 октября неделю назад в обед на 112 поступило сообщение о загрании на кровле детского сада на улице Радужной. По прибытии работников МЧС стало известно, что при проведении ремонтных работ на кровле здания с использованием такой газовой горелки, знаешь, укладывали рубероид и допустили где-то неосторожность, и этот рубероид загорелся. К счастью, никто не пострадал, но виновнику происшествия придется ответить за нарушение технологического процесса при проведении огневых работ. Вот у нас, кстати, проводятся такие вот ПТМы, пожаротехнический минимум по проведению огневых работ. Ну, наполна прогулялась, то есть просовники... Вот, видимо, да, был невнимательный. Ну, и все работники, кто связан с этими работами, должны пройти этот ПТМ. Вот, ну это так, реклама услуг, да, можно так сказать. 13 октября в 5.21 жильцы дома номер 105 по улице Лынькова сообщили о дыме из квартиры. Прибывшие к месту вызова спасатели увидели дым из окна квартиры на третьем этаже. В ходе тушения было установлено, что произошло загорание в жилой комнате дивана. На полу в прихожей был обнаружен и спасен мужчина, 72-го года рождения. Причина пожара – банальное неосторожное обращение с огнем при курении. В этот же день произошло два автопожара, причем загорелись авто в движении. О, ну серьезная такая ситуация. Я думаю, что было страшно водителям. Я всегда так еду и всегда думаю, всякие страшилки, вот особенно если по трассе где-то еду. Сам себе обезжаешь. Да, ну я не знаю, это профессионально. Как-то пытаюсь об этом, конечно, не думать, потому что говорят мысли как-то материальные. Во-первых, по коль ты будешь думать, тебе еще дома самокатки нагадывают 10 и там стоить, тебе страшно. Плюс авто, Саш, позбавляйся у сяго и просто на своих ногах ходи. Ну ладно, давай там ближай. Так, ну значит, случаи какие были. Вот, допустим, около 7 утра на Мирошниченко загорелся микроавтобус «Мерседес» 2014 года выпуска. А второй случай около 7 вечера только уже. Вот случился на Текотского. Там загорелся легковой автомобиль «Тойота» 1999 года выпуска. Вот, 14 октября днем спасатели выезжали на деблокировку из автомобиля водителя, зажатого в нем в результате ДТП. Произошло это по независимости. Дело в том, что грузовой автомобиль столкнулся с мачтой уличного освещения. Работники МЧС с использованием аварийно-спасательного инструмента спасли водителя и передали бригаде скорой помощи. Тот госпитализирован с переломами и чем-то легкой степени. Вот, в пятницу вечером помощь спасателей потребовалась мальчику 2011 года рождения. Его левая нога застряла между металлическими прутями решетки при ямка жилого дома по улице Ангарской, 40. Очень такой, кстати, популярный вид вот этих происшествий, да, среди детей, вот, манитых. Я, если честно, тоже вспоминаю так свою молодость. Вот эти решетки, они всегда манили, знаешь, в подвал заглянуть, где-то походить, побегать по ним. Но ноги на месте, значит, выртывали тебе так само. Да, но не попадал, да. В такие, конечно, случаи не попадал, как этот мальчик. С помощью, конечно, специального разжима кусачек ногу мальчика высвободили. Ну и после осмотра бригадой скорой помощи он был отпущен домой, не пострадал. В субботу в обед работники МЧС отловили уже в квартире дома номер 37, корпус 2 по улице Олешевского. Ох, только недавно мы узгадывали высь тут у студии. Твоя, да, вот эта страшилка, я помню. Вот, а в квартире на Байкальской 33 ближе к вечеру извлекли голубя из вентиляционной шахты на кухне. Саш, чекаю, ну, с голубами, зрозумела, а вось гэта рептылі, так бы, мовить. Як яна там трапила? У дом, ёсць ця некая информация? Слушай, ну, информации нет, но, понятное дело, что сейчас такой период, да, где, когда вот такие животные, как ужы, как мыши, где-то, они пытаются найти какую-то зимовку, куда-то заползти и переждать зиму. Летучие мыши, кстати, очень много раз выезжали на летучих мышей, тоже подходят в эту категорию. Им надо где-то спрятаться, чтобы было там тепло, комфортно. Вот, и поэтому сильно, конечно, не пугайтесь, особенно уже они, они же безвредные, милые ужики. Вот, и летучие мышки тоже, сильно их там ни веником не бейте. Они не вампиры, не будут у вас кровь высасывать по ночам. Так что, ну, да, в этом случае, конечно, в МЧС обращайтесь, но, в принципе, можно как-то остановиться на этой теме и могу рассказать, там, может быть, в ближайшее время, что нужно делать в таких ситуациях. Так, я думаю, что это будет актуально, а поколь что до статистики, так? Мы еще перейдем, что там отбывалось? А голубь, кстати, а голубь у тебя никогда не застревал? У меня, помню, был такой случай, вот я слышал, что шуршит что-то, но я как-то не придал значению и потом решил открыть вот эту вентиляцию, посмотреть, но, к сожалению, там уже он... Не вырыт его, я так понимаю. Да, да, не успел его спасти. А вы с этим все нормально было? Да, да, все хорошо, живой. Так. В этот же день, на 112, охранник Минского завода отопительного оборудования сообщил о загорании на проходной. По прибытии огнеборцев было установлено, что в помещении проходной загорелось имущество на площади 4 квадратных метра. Причина загорания пока что устанавливается, но, скорее всего, это было короткое замыкание электропроводки розетки. Тоже случай у всех может произойти, так что... Так что, я думаю, что нагадаем ее где-нибудь так само. Свои проводки к своим розеткам, да. Так, и автомобиль еще горел в субботу вечером, улица центральная, причем он выгорел так, что даже невозможно сразу было определить его марку. Причина в этом случае, скорее всего, поджог. Достаточно много раз спасатели выезжали на подграни пищи на неделе, вот, и как-то совсем невнимательные стали граждане, можно так сказать. Хотя и сам, знаешь, иногда вечером что-нибудь готовишь, там засмотрелся тик-ток какой-нибудь и... Но, тем не менее, до приезда пожарных дело не доходило у меня, это точно. Максимум там, что, ну, может, чуть-чуть там хлеб в тостере где-то подгорел. Ну, не знаю, как нужно сильно чем-то увлечься, конечно, хотя знаю. Приведу вот пару примеров. В ночь на 16 октября в одной из квартир дома номер 17 по улице Серова горела пища на газовой плите. Виновное лицо хозяин квартиры был в состоянии алкогольного опьянения. Ну, вот такая стандартная причина. Да, аналогичная ситуация также произошла в доме 39 по улице Жудро в этот же день. Ну, что можно посоветовать в этом случае? Вы пили, не ешьте, не курите, а не спать, альбо не пейте. Нет, наверное, вот так, закуску нужно приготовить трезвым. Вот хотя бы так, не знаю, что еще посоветовать в этом случае. 16 октября и без автопожара тоже не обошлось. Вечером вот на Глебке задамился легкой автомобиль Шкода. Причем очень даже, как сказать, молодой, 2019 года выпуска. Причина короткой замыкания. Саша, а с чем связанность? Только за тыдень отбылось аминавито за автодот розных ситуаций, я майна вазе. Пажару, мах, чем у нееквось, гэта перы, это спрыя, альбо гэта просто совпадение? Ты знаешь, всегда, очень часто происходят такие случаи. Ну да, возможно, именно вот по осени, по зиме где-то, когда влажность какая-то, сырость, оно обостряется, если какую-то вести статистику. Но, тем не менее, не знаю, как помочь в этом случае гражданам. Ну, наверное, как-то более внимательно относиться к техосмотру и проверять не только подвеску, огнетушитель и аптечку, да, как на техосмотре проверять, но и иногда периодически хотя бы раз в год где-то загонять какому-то специалисту электрику, чтобы он проверил какие-то утечки тока. Возможно, так вы можете обезопасить свой автомобиль, ну и свое имущество. Так, еще один случай хотелось бы рассказать. 17 октября 19.19 в МЧС жильцы дома номер 30, корпус 1, сообщили о дыме... А, по улице Русиана, вот пропустил, сообщили о дыме из квартиры. По приезду спасатели установили, что произошло загорание имущества на площади 9 квадратных метров в этой квартире. До прибытия подразделения МЧС из квартиры самостоятельно вышел хозяин квартиры, который после осмотра бригадой скорой помощи был госпитализирован. Значит, у него термоингаляционная травма, отравление продуктами, горение, конечно же. Ну и человек находился в таком достаточно сильном алкогольном опьянении. До сих пор в больнице находится. Рассматриваемая причина – это неосторожное обращение с огнем при курении хозяином квартиры. Стандартная такая. Ну вот самая распрохсюдженная и стандартная причина. Вот, тоже общались и с инспектором, который ведет это дело. Вот, какие-то способы воздействия на людей, ну, не знаю. Пока что таких прям действенных нету. Может, как-то ужесточать надо законодательство. Отказанность, да, может быть, может быть. Вот, но, тем не менее, кто любит выпить, покурить, ну, хотя бы делайте это не в квартире. И, возможно, не сидит, что действует, что не так можно заснуть в такие часы? Может быть. Ну, тут, знаешь, осторожность, она такая. Мы вот недавно эксперимент проводили, загорится ли диван, допустим, да, вот. Совсем пару дней назад вот на нашем канале YouTube МЧС Минска разместили этот эксперимент. С места пожара называется, можете посмотреть. Вот, и специально положили там две сигареты на диван и ждали, как он там загорится, не загорится. Вот, в итоге он начал тлеть, ну, не загорелся, на улице, может, прохладно было. И даже после того, как мы убрали сигареты и вроде бы притушили, потом посмотрел вот в эту дырочку, а там поролон тлел как бы сам по себе. То есть тут даже может человек обронить эту сигарету, понимаешь, вовремя заметить, убрать. Но оно тление такое дело, скрытое, и тут неважно, в каком-то там состоянии даже находишься. Ну, в принципе, если ты куришь в квартире, ну, это всегда опасно. Ну, что ж, будем сподеваться, что вы не эксперименты, у вас таких никто не будет проводить у себя дома, так не на самой справе. Вы провели, если вам интересно, можете просто посмотреть, самостоятельно делать не рекомендуем. Ну, а я там часом нагадаю, что напереде у нас еще шмат цикавого. Конечно, погуляем, як заукседы Минска-Городского управления Министерства по-назвычайных ситуациях приходить с подарунками. Таму, коли ласка, литерально праздникальки хвилин, чакайте. Протягивается наша программа. Я нагадаю, что у студии гость работник Центра пропаганды Минска-Городского управления Министерства по-назвычайных ситуациях Александр Папко. И вот тут узгадали мы еще один выпадок, про який немог чему не рассказать. Я бы навыц сказала, что это счастливый выпадок, в том сенсе, что в уголе, так бы мовить, героиня его засталася живая. Саш, расскажи, коли ласка. Так, ну это произошло в Могилевской области, поэтому так, это не совсем наши сводки минские, но нас же слышат по всей стране, правильно? Так что вот смотри, 79 лет, бабушка отправилась за грибами в лес. Сейчас очень много грибов, все так энергично ходят, но, наверное, чуть-чуть забывают про правила безопасности, как вот эта вот бабушка. Мне подается, чтобы это особо пожилые люди на полном счете в Центроваге. Так, не пришла до дома? Не пришла домой, дочь пенсионерки забила тревогу, начала звонить там спасателям милиции, говорит, что пропала, пропала мать. Ушла в лес, не вернулась. Вот, были задействованы спасатели, работники милиции, лесхоза, волонтеры, местные жители отправились на ее поиски. Это произошло вот 13 октября, утром она ушла, и нашли ее только 17 октября. Причем, так знаешь, с каждым днем уже надежды таяли. Бабушка все-таки 79 лет, сама где-то одна в лесу 4 дня, как она там. Да, без воды, без еды. Вот, спасатель ее нашел, причем нашел он ее в поле, в кукурузном. Дело в том, что она вот вышла где-то из леса, набрела она кукурузное поле, и, собственно, вот зерна кукурузы и служили ей пищей все это время. Благодаря им она и как-то выжила. Она находилась в сознании, ну, конечно, сильно, бессильно, и очень хотела, просела пить. Специатели, конечно, там передали медиками, быстро госпитализировали. Вот, и исходя из этого случая, хотелось бы задать вопрос. Такая вот уже викторина для слушателей. Это мы до гульни перошли. Да. Какой вот такой самый продолжительный срок задокументированной историей, да, когда человек находился без еды и без воды? И вот, кто этот за человек был? Ну, и какое-то краткое описание вот этого случая. Так, я нагадываю для наших слухачев, что мы отказ досылаем в сполку радуя столица ВКонтакте, раздел поведомлений, так, кто и кто перше правильно откажет, отримая подарунок от Минска городского управления, тому, когда ласка пожидаю поспеху. Саш, ну, а я думаю, что, когда мы так узгадали про эту бабулю, Юлию Давыдовну, так? Да, да, да. Вось, коли так отбывается, давай хотя бы у двух словах. Ну, вы пошли в лес, заблукали, подумайте, вот, что разумеете, что кошек с рыбами с вами, и это один, что с вами есть, что робить? Ну, махчима телефон. Ну, вот, кстати, у бабушки не было телефона с собой, вот, и она даже позвонить не могла. Это, напевно, ускладнило ситуацию. Но даже если бы она позвонила, знаешь, вот, как человек может объяснить, где он находится? Это хорошо, конечно, что наши технологии уже позволяют найти как-то по координатам, где-то примерно хотя бы какой-то радиус действия, где она находится, да, вот, если бы был телефон. Вот, а так человеку, конечно, сложно. Тем более, знаешь, геолокация, я думаю, что престарелые люди, они как-то не совсем, может, понимают, и как пользоваться давигаторами и тому подобное. И махчима телефону их не такие, так? Вот, есть, конечно, какие-то лайфхаки насчет того, что, как в школе нас учили, там, если там дерево стоит отдельно стоящее, то с южной стороны ветки длиннее и гуще, да, слышал о таком, конечно. Северная сторона деревьев и камней, покрытым хоум. Или, допустим, если у подножия дерева муравейник, то 100% муравьи построили свой домик с южной стороны. Это тоже такие, как бы, еще со школы известные факты. Но и тут все сложно, знаешь, ну, хорошо, окей, ты знаешь, где этот муравейник, что он с южной стороны. Ну, еще треба знать север-юг, и что дальше? Куда идти, да, казалось бы. Ну, конечно, нужно как-то пользоваться какими-то звуками, возможно, потому что, ну, прислушиваться, да, по-любому где-то кто-то говорит, где-то может поезд едет. Да, если поезд, допустим, едет, то это примерно, может быть, в радиусе, там, 10 километров. Ну, понятно, чем громче, тем ближе. Надо как-то выходить на железную дорогу. Ну, и любую тропинку нужно найти, и идти по ней, по-любому куда-то придешь. Очень хорошее, действенное, это идти вдоль электропередачи линий или вдоль реки. У нас, как правило, все населенные пункты, если это река, она обязательно будет усыпана этими населенными пунктами. Ну, это так исторически сложилось все-таки. Путь сообщения, река, это очень универсальный. Вот, лай собак, какой-то петухи, если поют, в любом случае, деревня, идите туда, в любом случае, куда-то дойдете. Вот, что делать, если, вот, допустим, ну, никак, вот, как бабушка-то, допустим, запуталась, не знает, что делать. Ну, в этом случае вам поможет, наверное, иметь с собой какую-то зажигалку или спички, чтобы развести костер. Вот, смотрела, наверное, какие-нибудь фильмы там про выживших где-то в джунглях. Развести костер для чего? Ну, во-первых, как бы, чтобы и согреться, ночи, как бы, сейчас уже такие прохладные. Но, во-вторых, дым поможет спасателям, ну, и людям, которые ищут, найти по дыму, где вы находитесь. Вот, такие вот универсальные способы. Ну, и, конечно, хорошо бы, знаешь, посещать именно леса, которые ты знаешь. Это раз. Во-вторых, говорить родственникам примерно, куда ты идешь и какой твой маршрут, если вы, допустим, молодежь, поехала куда-то там отдыхать, куда-нибудь поход, да. Люди, конечно, сейчас все реже и реже так ходят, но я помню, мы прям в школе ходили в походы, карты, маршруты расписывали, обязательно кому-то давали свой маршрут, ну, чтобы, ну, на всякий случай, если вдруг мы там где-то потеряемся или нам нужна будет помощь, вот, чтобы нас быстро найти. Ну, и помимо мобильного, хорошо бы иметь с собой часы, знаешь, по часам тоже можно определять стороны света обязательно, ну, и когда человек знает время, это психологически не так давит сильно, если он, ну, сбился уже, совсем не понимает, где он находится. Не зря, вот, знаешь, насечки люди ставят, когда там где-то, Робинзон Крузов, он там ставил какие-то насечки на камне, ну, и психологически чувствовался более устойчиво, уверенно, что вот, ну, прошел всего лишь там день или еще что-то, а когда человек теряется уже во времени, ну, он может и потерять рассудок. Саша, а вот в большой коле, например, все-таки накировался за этими грибами в лес, например, запас пятной воды ежененькой, вот, варто с собой брать на такие вот выпады кольба, ну... Желательно, конечно, конечно, желательно, но кому-кому охота носить с собой лишнюю какую-то ношу, мало того, что там два ведра и мешки этих грибов несешь, так еще и с собой воду какую-то. Ну, в любом случае, конечно, водичка не помешает. Если без еды человек может, конечно, прожить намного дольше, чем без воды, ну, воды может хватить, там, трое суток, может быть, человек, ну, если без воды, как обычно, среднестатистическое, ну, может где-то пять дней, там, максимум. Бывали, конечно, случаи в истории, что и чуть-чуть побольше, чуть позже узнаем от наших слушателей, какой будет ответ. А, короче, вот пытаются у нас, а подскажите, больше за 10 делаете меньше? Да, больше, больше. Больше всего. Там, в общем, такая ситуация была, что как-то прямой такой воды у него не было, но вроде как с его показаний говорить, что там слизывал с потолка конденсат, и хоть какая-то да вода вот была у человека. Саша, давай догадаем еще раз, пытание, раптом кто с теней подшел, и... Так, вопрос, да. Какое самое продолжительное время, вот сколько дней человек находился без воды и без еды? Ну, и кто это за человек, сразу будет понятно тогда. Есть конкретное имя, есть ситуация и конкретное количество дней. Так, хотелось бы знать какой-то задокументированный случай, когда человек находился вот прям максимальное количество дней без еды и без воды. Вот, и это Андреас Михович, 1 апреля 1979 года. Он был заключен под стражу в камеру. Там было трое полицейских, которые думали, что вот двое... Каждый из них думал, что двое его уже отпустили. Причем его там даже вроде как по ошибке заключили под стражу. Вот, и спустя 18 дней только случайно заметили, что он до сих пор там находился. Вот, парень выжил, конечно, пришлось чуть-чуть ему реабилитировать свое здоровье. Так что, если кто-то ответил 18 дней, тот угадал. Есть у нас правильные отказы, хотя, видишь, варианты вельми шмат. Самый минимальный был 9, где он самый великий 50. Но это занадто шмат. Мне подается, что... А где-то серединка получилась, да. Так, вот есть у нас два правильных отказы. Самым-самым першим был ауген. Вот, и он правильно, адреса сказал. Яблочко трапил 18 дней. Таму веншуем вас ауген. Крыху не паспил игр. Ясчет после третий вариант. Так само правильный был от Андрея. Але перши только один. Это ауген. Таму веншуем вас. Худка расскажу, где и як забрать подарунок. Усим остатным скажу. Дякуй, Саш. Табеток, самое дякуй. Спасибо, спасибо и вам. Готов отдать свой подарок вот этому человеку. Нашему перамышцу. Потом, да, напишешь ему, куда нужно ехать, чтобы его получить. Ну, а я нахадаю для наших слухачев, что у студии был гость, работник Центра пропаганды Минска городского управления Министерства по наизвечайных ситуациях Александр Папко. И Март Худалей. Редактор субтитров А.Семкин